Смотрите прямо сейчас в проекте FrontNews уникальное видео самого пекла войны глазами наших журналистов. Жесткие бои продолжаются на Донеччине. Враг зверски обстреливает истерзанный Херсон. Никаких военных объектов рядом нет. Вся надежда на вооруженные силы нашей страны. И они точно заставят подлого и жестокого врага ответить за все. Десантно-штурмовые войска всегда первые. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. 21 месяц полномасштабной войны. 21 месяц героического сопротивления украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это FrontNews с вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с эксклюзивного материала с передовой. Новая тактика вражеских войск. Но давайте обо всем по порядку. Украинские воины 80-й десантно-штурмовой бригады, которые удерживают позицию в освобожденной Клещеевке, поведали о тактике встречных штурмов врага. Россияне пытаются штурмовать украинские позиции в то время, когда десантники вооруженных сил Украины идут на штурм вражеских позиций. В преддверии профессионального праздника десантно-штурмовых войск, который был 21 ноября, журналист Андрей Цаплиенко своими глазами увидел, какими усилиями 80-я десантная бригада удерживает фронт у Бахмута. Подробности прямо сейчас. Реактивная артиллерия десантников сейчас выезжает на позицию, чтобы отбивать российские штурмы. На стороне противника многократное преимущество в количестве боеприпасов. Поэтому украинцы должны противопоставить ей точность, прицельность и лучшую систему управления. Не то чтобы должны, приходится. Под Бахмутом на один украинский снаряд иногда прилетает 10 российских. Но командир установки «Град» с позывным «Моряк» это не останавливает. Его родной дом на юге оккупировали россияне. Родственниками нету уже связи с марта 22-го года. Для моряка путь домой лежит только через победу. Ты надеешься еще вернуться туда? Вернуться туда. Конечно, надеюсь. Я вернусь. Я повернусь. Успешное выполнение задачи на востоке приближает возвращение юга. Это работает именно так. Установка десантников поехала на позицию. И сейчас начнется боевая работа. В сторону противника летят металлические сигары. Средства вражеской разведки уже ищут место пуска. Если найдут, сюда прилетит в 10 раз больше снарядов. Поэтому в данном случае лучшая система управления это остаться невредимыми, успешно поразив цель. Сейчас все подразделения вооруженных сил на очень высоком уровне в плане системы управления. Естественно, есть разные. Все очень сильно зависит от командиров, высшего командования, от командиров на местах. Даже от командиров взвода очень много чего зависит от подразделений, как оно будет воевать. В сентябре бойцы 80-й десантной бригады вместе с другими подразделениями сил обороны освободили село Клещеевка под Бахмутом. Но тяжелые бои вокруг Клещеевки продолжаются и до сих пор. Ежедневно. Тяжелые, очень тяжелые. Бывало такое, что и мы штурмовали. И точно так же россияне шли на нас штурмом. И получалось, что штурм на штурм. Было очень тяжело, тяжело защищать. Нельзя было более 5 минут на открытой местности находиться. 3, 4, 5, до 5 минут, если находишься, по тебе уже отрабатывали. Прилетало. Под нашим десантникам в Клещеевке и сейчас прилетает почти все, что есть в арсенале оккупантов. Они выдерживают даже самое страшное – огненный дождь зажигательных боеприпасов. От него особо и не спрячешься. Можно, конечно, в окоп забежать. В крайнем случае, браню на себя надеваешь, чтобы этот, скажем, шарик не на тебя попал, а на плитоноску, чтобы ты его отбросил и надел дальше и побежал. В боях за Клещеевку хорошо показали себя австралийские бронемашины «Бушмастер», которые есть на вооружении десантников «Восьмидесятки». Осколки, да, сбоку прилетало. Осколки, да, сбоку прилетало. Броня у нее, как мне кажется, хорошая. Ребята наезжали на мины, она держит и осколки держит. А эти ребята, совсем не похожие на киношных десантников, являются, наверное, самой опасной силой для оккупантов. Сколько у тебя подтвержденных врагов? Там много, штук под 70, наверное. Это так, чтобы точным быть. Неподтвержденных немного больше, но немного. Они лезут, копаются. Там, где пораженных врагов было штук 5, если не 7, там просто куча кусков мяса. Оно еще берет кого-то живого или мертвого и закрывается. Берет кого-то живого или мертвого и закрывается. Павел и Юрий – операторы ударных дронов. Подразделение «Фокстрот». Пополнение очень важно. Каждая гривна, она помогает, и эти птицы действительно спасают жизни. Работают с бросами, отправляют взрывные подарки на головы врагов. Научились переигрывать вражеские средства радиоэлектронной борьбы в безнадежных, казалось бы, условиях. И здесь пригодился опыт геймера. Запропонували. Предложили. Я говорю, то с радостью мне зайдет, потому что я любил в видеоигры играть. А это, как видеоигра, одно хп и понеслась. Одно хп, нет там чекпоинта, нет точки возвращения. Нет там чекпоинта, нет точки повернения. Хп на языке геймеров означает количество жизни игрового персонажа. И хотя здесь не игра, наверное, так легче, когда ты знаешь, что именно на тебя одновременно охотится несколько стволов вражеских пушек. Но задачу, несмотря на все, ты должен выполнить. Раньше был десантник тот, кто стрельбовал с парашюта. Раньше был десантником тот, кто прыгал с парашюта на определенной высоте. А теперь десантник – это тот, кто принимает участие в боях, идет к вражеским позициям впритык и забрасывает их гранатами. Есть и мотивация, и боевой дух. По моему мнению, это и есть десантник. Что такое боевой дух десантника, можно понять, узнав об опыте этого молодого командира. Был ранен в Клещеевке, вернулся к своим. После штурмов десантников отбудет в ближайший тыл на короткую передышку. Но передышка – условное понятие. На импровизированных полигонах рядом с фронтом они продолжают отрабатывать штурмовые действия. Чем больше пота здесь, тем меньше крови в Клещеевке. Речь идет о крови собратьев. А о цвете крови наших врагов, говорят десантники, пусть напоминают только маруновый берет. Десантно-штурмовые войска всегда первые. А прямо сейчас вас ждет действительно уникальный материал. Украинские бойцы противовоздушной обороны, которые защищают наше небо во время ракетно-дронового террора вражеских войск. До сих пор, по вполне понятным причинам, это самый закрытый для журналистов род войск. Но журналистке ТСН Юлии Кириенко удалось увидеть, как работают украинские силы ПВО. И даже подежурить с мобильными группами во время очередной воздушной тревоги. Подробности прямо сейчас в эксклюзивном сюжете. В расчете этой машины ПВО двое – водитель и стрелок. Они разворачивают свою установку «Стингер». Они направляются на воздушные цели, то есть крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и шахиды. Это самый популярный в мире переносной зенитно-ракетный комплекс. Его еще называют «американское жало». Такое есть у 30 стран. Отнедавно работает на защите и нашего неба. А в соседней лесополосе к работе готовится еще одна мобильная группа ПВО с британским оружием. Это ПЗРК «Мартлет» сбивает шахиды и иногда достает ракеты. Впервые «Мартлет» украинские армейцы использовали весной прошлого года и сбили российский «Орланд» на фронте. Потом поняли – оружие эффективное и против шахидов. Сейчас впервые показывают ее нам – журналистам. Выглядит, как американский джавелин, но стреляет управляемой ракетой, как и наша украинская стугна. Это оружие охотников на шахиды. Стрелять из нее можно даже с автомобиля, который едет. Потому что ракета управляется самим оператором при помощи джойстика, как в компьютерных играх, говорят бойцы. Поэтому неважно, стреляешь ты стоя на поле или на крыше, или даже с внедорожника. Весит 26 килограмм. Берешь ее вот так вот. Этой частью ловится цель. Наводятся некоторые настройки и все. Пуск она летит туда, куда я скажу. Это вообще-то ракета «Земля-воздух». Хотя ею и подсказывают ребята, можно и по легкобронированной технике стрелять. «Мартлет» уничтожила около десятка российских шахидов благодаря сноровке ее операторов. Было бы прикольно, если бы они летели все вместе, чтобы одной ракетой штуки две-три уничтожить. Потому что когда разрывается ракета, у нее там 970 шариков. Иголочек маленьких, таких гвоздиков. Это как шрапнель? Да, как шрапнель. Она уничтожает все на расстоянии. О том, что будет стрелять из такого оружия, красный даже не мечтал. Полномасштабную войну встретил на срочной службе. И сделал все для того, чтобы попасть в боевое подразделение на контракт. Я хотел служить в одной части, а получилось, что перекинули в другую. Случайно. Пока мы общались с солдатами, прошел первый час с момента, когда раздался сигнал тревоги. Вся страна красная, в небе российский миг. Носитель кинжалов. А это значит, что дежурство этих ребят может продолжаться несколько часов подряд. Даже несмотря на то, что ни одной цели в нашей зоне работы для бойцов пока что нет. Миг это одно, а может быть и массированный удар. И не только от Мига. Миг может быть только отвлекающим маневром, потому что вы всегда читаете, что в боевом дежурстве в море находится очень много их кораблей, которые тоже могут сделать пуски ракет. Одну из таких крылатых целей сбил недавно американским жалом 20-летний Андрей. Боец говорит, не первая на его счету. На радарах показало, что на нас летит. Нам дали команду на уничтожение. Был личный прибор. Вот так вот приближался, и было видно воздушную цель. И спас чью-то жизнь. За удачное сбитие экипаж отметили наградами. Андрей свою до сих пор носит при себе. Говорит, оберег и стимул еще больше уничтожать российские ракеты. Тем более на зиму у бойцов работы станет больше. А теперь еще детальные ситуации на Бахмутском направлении фронта. Да, это сакральная цель для кремлевских военных преступников. Соответственно, обстановка тут традиционно наколена до предела. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося врагу потери в живой силе и технике, при этом закрепляясь на достигнутых рубежах. А сейчас мы покажем вам военную технику, которая помогла силам обороны отбить село Андреевка под Бахмутом. Ее еще называют мини-танком. Это боевая машина пехоты шведского производства, лучшая БМП в мире. И сейчас она в вооруженных силах Украины. СВ-90, которые уже договорились производить совместно Швеция и Украина, очень хорошо показала себя в боях и до сих пор уничтожает оккупантов в южных окрестностях Бахмута. Чем особенно это БМП, расскажет и покажет журналистка ТСН Юлия Кириенко. Шведская боевая машина пехоты выезжает на позиции. В полной боевой готовности. Снаряды наши, 40 миллиметров. Маневрирует между деревьями и тихонько подкрадывается к месту своего дежурства под Бахмутом. Очень близко к врагу. Это работает, они ее не слышат. Это подразделение холоднояровцев получило шведский СВ-90. И держали это в секрете. Что у украинцев на этом участке фронта есть такая дополнительная сила, стала полной неожиданностью для врага. Ее еще называют мини-танк. А все из-за пушки калибром 40 миллиметров, потому что прошивает вражеские позиции и технику насквозь, говорят бойцы. Особенно, когда стрелять она может на расстоянии аж 10 километров. Это в два раза больше, чем способность советской БМП, на которой еще недавно воевали бойцы этого подразделения. 40 миллиметров – это тоже не маленький калибр, но наносит большое поражение. Не менее важный бонус этой машины – крепкая броня. Выдерживает осколки снарядов и удары дронов врага. Мы так открыто стоим среди поля. Снег. Нас вообще не видно вражеским дронам? Ну, если будет вражеский дрон прямо над нами, то, конечно, нас будет видно, потому что люди дают больше тепла, чем эта машина. На базу краще светится, и дают тепло лишь данная машина. И почему мы так уверенно себя чувствуем? Потому что мы в любом случае в безопасности. Мы в броне. Такие машины все чаще можно встретить на Восточном фронте. Впервые поставки этих СВ-90 начались в начале года. Теперь их сотни в разных подразделениях. Они настолько хорошо проявили себя в боях, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве СВ-90. В планах изготовить до тысячи единиц для того, чтобы полностью пересадить бронегруппы ВСУ с советских БМП на эту современную. Ведь она не только маневренная и крепкая, но и невидимая даже ночью. Это называется барракуда. Своеобразный плач-невидимка для этой машины. Благодаря ему машину не видно вражескому тепловизору. А значит, она может максимально близко подобраться к оккупантам. Зачастую мы выезжаем на дистанцию приблизительно километра и отрабатываем по позиции врага. Также вывозим пехоту к позициям, забираем. Можем работать, как эвакуационная машина. Единственное, о чем жалеют бойцы, что машина появилась в ВСУ только теперь. Холоднояровцы воевали в самые горячие дни под Озюмом в том году. Держали бахмут и его окраины. А теперь на этом направлении ведут штурмовые действия. Сегодня поддерживать нашу пехоту бронегруппе не пришлось. Погода замедлила штурмы россиян и чуть ли не первый день на этом участке фронта тишина. Но она временная, говорят бойцы. Далее мы проанализируем ситуацию на запорожском направлении фронта. Враг и тут продолжает свою фирменную кровавую вакханалию. На запорожском направлении агрессоры вели штурмовые действия западневербового Запорожской области. Успеха при этом не имели. В то же время силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и техники. И истощают врага вдоль всей линии фронта. Да, на запорожском направлении мирным украинцам сейчас очень тяжело. Например, село Павловка, что в 12 километрах от Степногорска. Фактически каждый день россияне гатят сюда артиллерией, зажигательными снарядами и беспилотниками, уничтожая все вокруг. Конечно же, местным жителям просто-таки необходимо эвакуироваться. Это вопрос жизни и смерти. Но многие не хотят покидать родной дом. Ведь мечтают именно тут встретить украинскую победу. Детали этой жизни на грани смерти в эксклюзивном материале корреспондентки ТСН Киры Овес. Вот смотрите, это все последствия последнего удара. Ни одного окна не осталось. Дом Елены разбит со всех сторон. Крышу накрыли пленкой. Окна позабивали. Так и живут. Здесь делали себе спальню, потому что прошлое полностью разбито. Это село Павловка, которое находится в 12 километрах от Степногорска. В нем осталось только два десятка людей, что в пять раз меньше, чем до полномасштабного вторжения. Чуть ли не каждый день россияне бьют сюда артиллерией, зажигательными снарядами и беспилотниками. Однако оставлять родной дом Елена с мужем не хотят. Переделали погреб в полноценное укрытие. А теперь вместе с полицейскими устанавливают в нем буржуйку. При минимальной потребе дров. В дровах минимальная потребность. Также можно готовить еду, греть воду. То есть именно в таких маленьких помещениях она может максимально проявить свой функционал. Вторую печь полицейские везут Валентине, которая проживает через несколько улиц отсюда. Женщина жалуется, на этой неделе российский снаряд прилетел прямо в ее двор. А вы дома были, когда прилетела? Да, это было в пять часов вечера. Все были дома. Но мы уже накрыли крышу с двух сторон. Вы же с мужем живете, да? Да, шифер был побит. Так накрыли эту и ту сторону. Буржуйка здесь вещь необходимая. Ведь россияне постоянно уничтожают коммуникацию в селе. Без тепла, газа и электрики людям иногда приходится жить неделями. Именно поэтому волонтеры закупили для Степногорска и окраин сразу же несколько печек. Если не будет электрики, здесь вообще можно топить только дровами или той же печью. Газа здесь нет, у централизованного отопления тоже нет. У троих теперь будут печки. Будем по возможности с дровами помогать. Когда оно нагреется, сюда можно ставить сковородку, кастрюлю, чайник и все, что вам необходимо. Дрова, как обычно, в печку сначала маленькие. Когда разгораются, бросаете больше, больше, больше. В самом Степногорске ситуация лучше, чем в селах. Здесь работают пункты несокрушимости. Люди могут в безопасности попить чай, съесть печенье и погреться. Очень много окон выбитых. Хоть мы и закрываем их ОСБ плитами, но они абсолютно не греют, что и понятно. Ведь это не стекло и не стеклопакет, поэтому, конечно же, холодно. Лично у меня окно тоже выбитое, и, конечно, тепла нет. Тепла такого немает. В Степногорске осталась лишь треть жителей, преимущественно это люди пожилого возраста. Все семьи с детьми выехали в этом году. В Степногорске нет детей, и это радует. Люди очень не хотели. Но сейчас, когда с ними встречаемся в Запорожье, все очень довольны, что хоть таких обстрелов там нет. Хотя так же не очень спокойно, но не так, как у нас. Чиновники и полицейские каждый день призывают людей выехать в более безопасные города. Но люди отказываются. Говорят, хотят дождаться победы в родных домах. Двигаемся далее. И прямо сейчас анализ ситуации на Авдеевском направлении фронта. Враг и тут за ценой не постоит. А значит, продолжит использовать свою фирменную тактику мясных штурмов. Впрочем, это точно не удивляет вооруженные силы нашей страны. На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Защитники держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 20 атак. А теперь о железных птичках со взрывным сюрпризом для оккупантов. И о дронах охотников с сетками для перехвата тех самых шахедов. Разведчики пограничного отряда с неба выслеживают вражеские цели и сбрасывают на головы агрессорам гранаты и боеприпасы на территории украинского Донбасса. Бывшие видеооператоры теперь производят сбросы на живую силу противника и вражескую технику. А еще прямо сейчас вооруженные силы Украины осваивают пилотирование на вампирах – ударных птичках украинского производства и активно применяют FPV-дроны. А на границе с россиянами планируют применять БПЛА «Дронхантер», которые будут перехватывать вражеские беспилотники. О Бере новейших технологий, которые меняют тактику на поле боя, подробнее в сюжете журналистки ТСН Маргариты Потаповой. Обстановка на Бахмутском направлении тяжелая. Враг давит по флангам. Операторы коптеров приграничного отряда выезжают на позиции вблизи линии фронта. Отсюда они будут работать по оккупантам сбросами с «Мавика». Окапывается большое количество оккупантов. Мы наблюдаем их работу. Руководитель подразделения аэроразведки с позывным «Кожан» до полномасштабного вторжения россиян в войске снимал с коптера преимущественно учения отряда пограничников. Когда 24 февраля россияне колоннами тяжелой техники двинули на участки около Новотроицкого, его коптер стал ударным. Немного теряли позиции, но держались. Немного теряли позиции, но держались. Да, теряем «Мавики», они падают, но свою работу выполняют. Наши цели – это окопы, которые раскапываются оккупантами. Техника, которая что-либо подвозит. То есть на близкие дистанции работаем. Харьковчанин Юрий готовит коптер на запуск. Сегодня «Железная птица» будет сбрасывать взрывчатку на вражеские окопы Технику, которая подвозит провизию россиянам. Но, несмотря на сильные порывы ветра, дрон будут поднимать в небо. Приходится работать постоянно под вражеским рэбом. Работать приходится постоянно под вражеским рэбом. Ветер, конечно же, есть. Ограничения у коптера. Но обращать внимания на это времени нет, потому что враг этим пользуется и при всех условиях непогоды движется на нас. И за непогодой он, ну, сунется. На этом видео оккупанты обустраивают свои позиции и роют окопы. Юрий направляет гранату прямо в окоп. Впоследствии успешного спроса несколько двухсотых и трехсотых оккупантов. В пограничнике, кроме гранат и вогов, применяют и самодельные боеприпасы, напечатанные 3D-принтером. На данный момент подразделения учатся на вампирах украинского производства. Эти дроны оснащены тепловизором, что позволяет эффективно работать ночью. Бойцы, которые стоят на передней линии обороны, на данный момент оглашают сборы преимущественно на ударные FPV-дроны. Ведь они дешевле, однако более действенные, чем мавики, и наравне с артиллерией могут останавливать вражеские штурмы. Нам необходимы FPV-дроны, потому что техника ими поражается намного лучше, чем той же гранатой. Да и летит он дальше. Конечно, этот дороже. Если его глушат антидроновой пушкой, мы его теряем. Он стоит больше, чем 100 тысяч. А FPV плюс-минус 16 тысяч. Если он попадает по тому же танку, он себя оправдывает. Распространение современных технологий заставляет украинское подразделение перестраиваться. Пилоты ВПЛА обходят вражеские ПВО и подавляют российские РЭБы, которые прячут от меньших птиц работу своих пушек. Но также и враг учится у нашего бойца, когда видит эффект от смены тактики боев. Пограничники на данный момент овладевают дронами-охотниками. Дрон-хантер будет ловить вражеские орланы. Беспилотники зала и вражеские шахеды при помощи сети. Сетки блокируют винты. Эти сети блокируют винты. В этот момент он падает. На сетях также могут быть парашюты, которые спускают в безопасную зону. Успешно. Успешно сделали сброс. Сегодня успешно атаковали вражескую пехоту и сохранили коптер, несмотря на сильный ветер. Здесь не смотришь на дождь, снег, мороз. В любой период времени нам нужно выполнять работу. Ну и теперь, конечно же, про Херсонское направление фронта. Уже который месяц и сам Херсон, и вся Херсонская область подаются адским бомбежкам вражеских войск. К сожалению, эта неделя исключением не стала. На Херсонском направлении защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Ведут контрбатарейную борьбу, нанося огневое поражение по тылам противника. Да, то, что происходит в украинском Херсоне, это действительно ад на земле. Вот страшное подтверждение этих слов. Российские военные преступники нанесли удар по автостоянке одного из транспортных предприятий. Местные власти сообщили о гибели двух водителей, еще двое ранены. В этот же день россияне нанесли удар и по жилому сектору города. Ввиду наступления холодов, крайне важно совместными усилиями быстро оказать помощь и ликвидировать последствия обстрела, отмечают наши военные. Репортаж с места событий прямо сейчас в сюжете наших коллег с телерадиокомпанией «Приз». Неделя Херсония, к сожалению, началась традиционно с российских обстрелов. Утром 20 ноября противник нанес огневой удар по стоянке одного из транспортных предприятий. По состоянию на понедельник местная власть сообщила о гибели двух водителей, еще двое ранены. В этот же день россияне нанесли удар по жилому сектору города. Позади меня цивильная будильня. Позади меня гражданское здание. Никаких военных объектов рядом нет. На данный момент Херсон обстреляли за прошедшие сутки пять раз 30 снарядов. Преимущественно это Болград, но есть и другие типы. К сожалению, есть и раненые, и погибшие. Среди пострадавших – ребенок. Из-за наступления холодов крайне важно общими усилиями быстро оказывать помощь и ликвидировать последствия обстрелов, отмечают военные. Реакция местной власти быстрая, все службы работают. Мы пытаемся помогать везде, где в этом нуждаются гражданские. Относительно последствий удара все эти окна будут забиты. Все вместе мы с этим обязательно справимся. А еще обязательно справятся с окончательным освобождением Херсонщины, убеждены представители Вооруженных сил Украины, чтобы никаких российских взрывов здесь больше не слышали. На сегодня все, но уже очень скоро в программе Фронт Ньюз новые, уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok